Для большинства из нас всемирная сеть давно стала повседневной необходимостью. Отключение одного только мобильного интернета несет с собой ощутимые неудобства. Каждый из нас старается освоить новые приложения, чтобы быстро и удобно покупать, продавать, учиться и общаться друг с другом. Статистика говорит о том, что прежние источники знаний теряют свою актуальность, в частности книги. Формат изучения новой информации меняется. На смену бумаги пришел электронный текст. Почему так происходит? Можно ли еще вернуть интерес к книге так таковой? Или чтение электронных книг – это наше будущее? Эти вопросы мы задавали жителям областной столицы. И вот что из этого вышло. В бумажной книге ничто не заменит. Знаете, ощущение того, что держишь в руках, ты полностью погружаешься через телефон, такое невозможно сделать. Я хочу сказать, что это большое заблуждение. Книга во многом до сих пор сейчас является серьезным источником информации, потому что далеко не все можно найти в интернете. А если прямо отвечать на этот вопрос, то просто маленький телефон, он всегда под рукой. Просто вот и все. Читаю только в школе в основном и в универе. Я читаю фантастику и научную литературу для работы. Ну и все. Ну, читаю меньше, естественно, чем раньше, чем в советское время. Я люблю читать, но не всегда на это хватает времени. Вот. Поэтому, в принципе, да, историческую литературу, какие-то приключенческие. Книги нужны в любом формате. Я считаю, что главное, чтобы люди читали. Вот. И если молодежь читает, хоть в электронном виде, это уже большой-большой плюс. Продолжение следует.